Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Ссылка на статью будет под видео. Давайте посмотрим на практике, как работает данный плагин. Я уже его протестировал, он мне понравился. И давайте его рассмотрим. Вы также можете найти его через репозиторию, то есть плагины добавить новый по названию. Вот его название. Я уже его добавил. После активации плагина мы с вами переходим в интернет-магазин WooCommerce. Переходим в настройки. Далее мы с вами переходим в доставка. Если у вас еще не создана доставка, вы создаете доставку. Как видите, у меня здесь доставка уже создана по России. Я захожу здесь изменить. Там, где у нас различные способы доставки. И просто создаем новый метод доставки. После активации плагина в этом списке у нас здесь появляется снизу от плагина как раз таки его настройки. Мы вот здесь нажимаем. Нажимаем продолжить. Вот он у нас внизу здесь активируется. Теперь мы можем зайти в его настройки, чтобы его настроить. Плагин не переведен на русский язык, поэтому я через браузер Chrome его переведу. Вот здесь вот название доставки, которое будут видеть пользователи. Я назову его простая доставка. Описание по желанию можно заполнить. Налоговый статус. Выбирайте, нужно облагать или нет. Требуется бесплатная доставка здесь. Мы не можем ничего выбрать, потому что все варианты остальные только для Pro-версии плагина. Порог бесплатной доставки. Бесплатная доставка, этикетка, название. Здесь можно написать правила расчета, сумма. Здесь ничего выбрать мы не можем. Расчет корзины. Стоимость пакета или стоимость всей корзины. Здесь тоже уже от вашей задачи зависит. Видимость. Показать только для зарегистрированных пользователей. Можно птичку поставить. Этот метод на доставке. И самое важное это вот эта вот опция. Здесь можно настроить, допустим, по цене диапазон цен. То есть вы, те товары, которые у вас попадают в эту доставку, вы указываете диапазон цен. Или это может быть масса. Если я, допустим, выбираю масса, я ставлю, допустим, в моем случае в e-commerce у меня используются граммы. Это могут быть килограммы, здесь не важно. Я ставлю, допустим, от 1 до 5. Вот в этом диапазоне все товары будут попадать к этой доставке. И стоимость этой доставки вы здесь указываете. И также можно добавить еще и еще правила конкретно этому методу, если вам это нужно. После всех настроек я нажимаю сохранить изменения. Давайте использовать масса. Если я сейчас перейду обратно в доставке и захочу добавить еще один метод, я еще могу использовать без ограничений наш плагин, допустим, для других видов доставки, для другой весовки и с другими названиями, с другой ценой доставки, если это нужно. Итак, теперь посмотрим, как это будет работать на практике. Но сначала мы должны указать товары, которые будут относиться к этой доставке. Поэтому мы переходим с вами товары, все товары. Переходим в какой-нибудь товар для теста. Итак, я раскрыл товар в режиме настроек. Дальше мы с вами переходим в доставку. Так как я указал весовку, вес от 1 до 5 грамм, к примеру. Я могу просто поставить 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Вот в этом диапазоне. Соответственно, каждый товар, помеченный здесь весом, вот в этом диапазоне, будет попадать, точнее для них будет показываться вот эта вот специальная доставка с этой ценой доставки. Этот вес, он нигде не будет транслироваться пользователю, да? Ни в письме, ни во время оформления заказа. Поэтому здесь мы помечаем только для нас, чтобы этот товар, еще раз повторюсь, попадал в определенный метод доставки. Я ставлю здесь единицу, нажимаю сохранить товар, сохранить настройки товара. Давай сначала посмотрим. Вот тест товар, который должен показывать специальную доставку. Другие товары не должны. Поэтому я пока вам покажу, добавив товар в корзину, как у нас сейчас выглядит метод доставки. Мы видим только самовывоз и другой метод доставки. Той доставки, которая у нас там подвязана к определенным товарам, мы не видим. Теперь мы добавим, который у нас подвязан к специальной доставке. Сейчас два товара, и мы видим к тест товару, что у нас появляется, вот видите, простая доставка 100 рублей. Если мы сейчас тест уберем, оставим другой товар, увидим, как простая доставка, видите, исчезает. То есть она действительно подвязана только лишь к одному сейчас товару. Или вот важная особенность данного плагина. Переходим в настройки, обратно к этому плагину. И вот здесь расчет корзины, мы ставим стоимость корзины, меняем условия. Вот здесь вот выбираем цена и ставлю, к примеру, от 4000 до 5000 и сохраняем настройки. И вне зависимости от каких у нас здесь товары, или один товар в несколько копий, будет меняться доставка. Мы с вами выставили от 4000. Вот у нас есть один товар. Допустим, на 2000 товар, на 3000 товар обновим корзину. То есть один товар, три штуки, на 3000 рублей мы не видим доставку новую. Если я выбираю 4 копии товара, обновляю, у нас появляется доставка. То есть не обязательно один товар, может быть в сумме несколько товаров, от 4000 до 5000. Можно здесь сделать больше. И допустим, понятно, на 5000 мы будем видеть доставку. Но вдруг в каких-то случаях нужно, чтобы если превышать 5000, эта доставка не работала. Я выбираю 6 товаров на 6000, нажимаю обновить корзину. Видим, цена у нас 6000 и доставка у нас это спряталась. То есть это еще более интересный вариант, когда у нас мы ничего не прописываем, там никакие граммы, никакий диапазон цен в конкретном товаре. Мы просто от суммы корзины можем выставлять разные доставки. Не только вот эту одну простую доставку. Я надеюсь, вы понимаете. Вы можете создать за счет этого плагина разные виды доставки под разные критерии. И все это в бесплатном фрагменте. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok